Охо-хо! Всем привет, пираты! С вами интернет-магазин покупалкин.ру, меня зовут Дима и как вы уже могли понять, сегодня мы продолжаем обзревать линейку лего пираты образца 2015 года. На обзоре у нас самый большой набор из линейки, он имеет 745 деталек, артикул его 7413 и называется набор «Пиратский корабль Брик Баунти». Самое интересное, что лего пираты выпускались в разных годах аж три раза. В 2002-м был набор с артикулом 100-400 Black Sea Barracuda, а уже в 2009-м набор с артикулом 6243 и с названием Black Bards Bounty. Он, кстати, больше всего был похож на наш сегодняшний набор. Ну что же, если рассмотреть коробочку ближе, то спереди надпись «Лего пираты», артикул набора и сам корабль, на котором происходит много экшена, но, впрочем, это как обычно. Мини-фигурки из набора у нас указаны наверху коробки, как видите, их аж 7 штук. Ну и сзади, как обычно, нам показывают, что интересно в наборе. Здесь есть сундук с сокровищами, и пушка, обстреливающая вояк, и кровожадная акула. В коробке у нас оказывается 7 пакетиков с деталями, 3 пластины корабля и толстая пачка с инструкцией и наклейками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Ну что же, давайте рассматривать фигурки с набора, и я решил начать с пиратов. Итак, вот такая первая фигурка, это у нас маленькая она по сравнению с другими, вот возьму фигурку рядом, как вы видите, она намного меньше. Это фигурка смотрящего корабля пиратского, как видите, он имеет такую специальную подзорную трубу, сверху у него есть вот такая красная бандана, красная тельняшка и принт, вот этот все вот подвязано так интересно сделано, красные штаны. Есть такой мальчишка в красном, если приглядеться, есть даже такие вот леснушки у него. Вот улыбается, не знаю, почему он улыбается, потому что происходит настоящая бойня. Ну вот такая вот интересная, забавная, а главное, то что она маленькая мини-фигурка. Идем дальше. Это у нас пиратский кок. Пиратский повар, как видите, он имеет белую бандану, тоже почему-то улыбается такой вот беззубой улыбкой, один глаз у него закрыт. Посмотрите, есть даже волосатая грудь, тут привязана у него на веревке зачем-то рыба, уже которая, видимо, была съедена. Весь он такой грязный, у него есть как бы фартук, это выглядит очень прикольно. Сзади, как видите, непонятно как подвязаны у него штаны и плюс еще идет привязанный фартук. Очень интересная фигурка с интересными принтами, такая прям забавная, веселая. Ну, как у настоящего повара, в руках вот есть сковородка, без этого никуда. Идем дальше. Это у нас уже такой вот капитан, практически замена капитана. Ну, капитан у нас другой, но это видно, что такой один из главных людей на пиратском корабле. У него в руках пистолет, другое весло, мол, по башке веслом ударить неприятелю. Такой вот безрукавки, наверное, кожаной получается. Сверху у него такая треуголка, вспомнил, как это называется. Как вы видите, принт в мышце есть, то есть накачанный чувак, необычный какой-то. Ну и, естественно, принт у него интересный. Тут, смотрите, уже есть не веревка, а пояс настоящий, нормальный. Очень-очень интересная фигурка с рыжей бородой, прям все как надо. Ну, уже недовольная пытается ринуться в бой. Идем дальше и переходим к самому главному. А это у нас капитан пиратского корабля. Естественно, у него нет одного глаза. Вообще, практически у всех пиратов нет одного глаза, кроме маленького мальчика, который смотрящий на корабле. У него есть погоны, как мы видим, принт, то, что уже у него нормальная, интересная форма. Не просто какие-то трихомунди, одетые на него, а уже одежда. Сверху вот такая вот у него шляпа, на которой череп с мечами, все как надо. Естественно, нету одной руки, вместо нее крюк. Это обязательно, я думаю, у всех пиратов. Также у него нету одной ноги. Посмотрите, тут такая вот прикольная штучка сделана вместо ноги. Но, тем не менее, он стоит, и его можно ставить куда угодно. Очень интересная мини-фигурка, мне понравилась. Ну, и, естественно, у нее выражение лица, вы посмотрите, тоже недовольная. Он тоже хочет ринуться в бой. Переходим дальше. Это у нас уже вояки. Обычная мини-фигурка встречается в других наборах лего-пираты. Про нее я уже рассказывал. Здесь есть милый рюкзак, интересная шляпа, синенький прит с формой. Есть белые погоны, белые штанишки, ну и нейтральное лицо. К сожалению, второго никакого лица нет. Вот такой вот. Идем дальше. Это уже, видимо, у нас какой-то рядовой из вояков. У него тут, как видите, есть бакенбарды, щетина. Обычная прическа для лего-мини-фигурок. Но, тем не менее, она здесь вписывается. Тоже есть белые погоны. Такая же форма, как у предыдущей фигурки. Ну и, естественно, белые штаны. Лицо такое, вроде как, более-менее нейтральное. Но с сухмылкой, мол, он еще не понимает, что случилось. Ну и капитан-вояк. Как видите, у него интересный палик тут есть. Такой под старые времена. У него в руке, естественно, сабля или меч. Форма уже совершенно другая. Она тут расшита как бы золотом. Все как надо. Видите, она даже сверкает на цвету. Ну и, естественно, тоже белые штаны. И почему-то у него лицо еще более нейтральное, чем у других. Даже как-то немного странно выглядит. Но, тем не менее, все равно прикольно. Видите, погоны уже золотые. Это круто. Ну и еще у нас есть здесь вот такая акула. Интересно, что это не обычная акула. А, видите, акула-пила. Вот такая мини-фигурка акулы. Забавная. С открывающимся ртом. Это самое главное. Переходим дальше. Это шлюпка наших вояк, хороших парней. Тут, как всегда, есть фонарь спереди. Пушка, которая стреляет. При нажатии так. Опа. Выстрелила мне в руку. Тут есть запасные патроны лежат. Ну и, естественно, скамейка для грибца. Такая стандартная шлюпка. Она тоже уже встречалась в предыдущих наборах леггопираты. Ну что же, переходим к жемчужине набора. Это огромный пиратский корабль. У него, правда, большой размер. Вот посмотрите, я поставил его рядом с Xbox One. И, как вы видите, у него размер практически такой же. А Xbox One, вы знаете, довольно-таки большая приставка. Занимает много места. Он крайне проработан. Мало того, что здесь прикольные такие тканевые паруса. Также есть висящие цепи, на которых можно подвешивать, например, плохих парней или что-нибудь из груза интересное. Здесь есть пушки, которые высовываются из специальных стрельбищ. Они открываются. И они, кстати, стреляют специальными патронами, которые находятся в специальном ящичке. Также, как вы можете заметить, спереди у корабля есть такой скелет пиратский, висящий спереди. И, наверное, устрашает он наших хороших парней, вояк. Есть, кстати, у него и якорь, который висит сбоку на такой специальной цепочке. По всему кораблю раскиданы пушки. Но в некоторых местах этих пушек почему-то нет. Они отсутствуют. Не знаю почему, но, тем не менее, довольно-таки забавно. Сзади у нас есть интересный флаг, который двигается. Его можно расположить как вам угодно. Есть, кстати, фонари, которые тоже двигаются. Их можно расположить как хочешь. Можно так, можно вверх поднять. Естественно, сзади находится пушка, которая вертится влево-вправо. И можно, опять же, стрелять в хороших или плохих парней. Но на этом еще не все. На корабле есть очень интересный секрет. Убираем вот эту пластину. И, как вы видите, мы оказываемся уже внутри каюты нашего капитана. Здесь внутри, если посмотреть, находится бутылка. Есть карта сокровищ. Но, опять же, это еще не самый большой секрет в этом корабле. Если взять за этот столик и убрать его, то оказывается, что внутри спрятан сундук. А сундук у нас с чем? Естественно, с сокровищами. Открываем его. И, как вы видите, сундучок у нас с сокровищами. Есть даже там внутри еще и кости. Но, может быть, это кости какого-то важного человека. И обратно прячем. Вот этот сундучок внутрь. Закрываем. И обратно ставим все как было. И будто бы ничего и не было. Очень интересная фишечка у такого корабля. И, кстати, такая фишка была абсолютно во всех предыдущих наборах. По-моему, это классно. Мачты, кстати, довольно-таки высокие по меркам этого корабля. Но выглядят довольно-таки неплохо. И сверху, как видите, есть смотровая такая, как площадка. И туда можно поставить нашего смотрителя маленького. Ну и какой же пиратский корабль без выдвижной дощечки. Чтобы отправлять своих врагов на корм к акулам. В целом корабль просто отличный. Здесь есть много проработанных мелочей, над которыми можно смотреть, смотреть и наблюдать. И рассматривать этот корабль можно просто часа два, наверное, находить для себя что-то новое. Много деталей и много всего интересного. Ох, вы только посмотрите. Несколько лет этот набор выпускается. Каждый раз меняется. Как-то переделывается. Получается, что именно здесь мы притрагиваемся к настоящей истории. Я могу сказать больше, это не набор, это какой-то исторический эксклюзив. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Но напоминаю, что только что вы посмотрели обзор набора Лего Пираты. Пиратский корабль Брик Баунти. С артикулом 704.13 от интернет-магазина покупалкин.ру Не забываем ставить лайк, подписываться на канал и комментировать, понравился ли вам этот набор. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok